Закон о детях войны в республике планируют принять до 9 мая. Законопроект обсудили сегодня на совещании в Доме правительства. В законе на первом этапе планируется закрепить статус детей войны, которым будут выдавать удостоверение и предоставлять социальные гарантии. К этой категории могут быть отнесены граждане, рожденные с 22 июня 1927 по 3 сентября 1945 года. Олег Николаев отметил, что крайне важно принять документ до празднования 75-летия Победы, а потом вернуться к вопросу о полагающихся выплатах детям войны. Если мы сейчас с вами углубимся в некие финансовые меры обеспечения этих людей, то мы, скорее всего, уйдем очень далеко, потому что, очевидно, такие финансовые меры у нас в бюджете не предусмотрены на сегодняшний день. Это потребует серьезного, достаточного анализа и углубления. Ведь это вопрос. И тогда, то есть это решение у нас однозначно уйдет за ту дату, которую мы с вами очень сильно ждем, готовимся. Самое главное, надо общаться с людьми. С людьми, которые принадлежат к этой категории. И надо узнать у них, чего они реально хотят. Вот лично мои беседы, я уже сказал, они хотят, чтобы был статус «Дети войны», и чтобы это было закреплено в законе, может быть, даже не финансовые меры поддержки будут более даже привлекательны для людей, чем сами финансовые меры, которые единоразово не смогут решить даже определенных вещей. На обсуждение Государственного совета законопроект планируют вынести 16 апреля. Ветераны были согласны, чтобы они получили статус «Детей войны», и чтобы внеочередное посещение объектов социальной сферы, а также медицинских учреждений, у них было право. Вот такой договоренности мы первоначально получили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!